Любомир Богоявленский, я приветствую вас 7 мая 2019 года. Это категория видео «Ответы Любомира на вопросы из социальных сетей». И в Ютубе уже огромнейшее количество пришло комментариев, вопросов и хейтерства, агрессии под моим видео о святом Филарите Денисенко. Я даже не буду сейчас перечислять все эти гадости, вся та агрессия, вся та ложь, неправда, что говорят на Филарето Святого Денисенко, величайшего гения украинского народа. Ребята, давайте будем реалистами, давайте смотреть реалистично, что происходило в 90-х годах. Все шло своим чередом. Наступил тот момент, когда Москва и Русская Православная Церковь не должны больше керувать, управлять всем СНГ. У России есть своя территория, в Украине есть своя территория. Естественно, что главным православным центром СНГ должен был стать Киев. У Москвы не было тогда шанса, фактически, победить Украинскую Православную Церковь. Филарет Денисенко, великий гений, сильнее, как личность и патриарх, от двух патриархов российских вместе взятых. Кирилл и Алексий Второй, вот это двое вместе взятых, не могут сравниться по силе с Филаретом Денисенко. Вы понимаете, что это за патриарх? Это мега-патриарх. Нам, украинцам, ну просто это дар с небес, что его нам судьба послала. Естественно, русская православная церковь с их патриархом Алексием, с их епископатом, они слабаки по сравнению с украинской православной церковью. И, естественно, украинская православная церковь, которая должна была, как автокефалия, получить статус патриархата, должна стать самой сильнейшей православной церковью в мире. Потому что, если бы она была патриархатом, то были бы еще диаспоры этой церкви по всем регионам мира. И, естественно, навсегда русская православная церковь занимала бы явно нелидирующую позицию. И по этой причине русская православная церковь подумала с их патриархом, епископатом. Как это? Что-то мы не будем кырувать всем осенье? Что? Украинская церковь с филаретом будет самая сильнейшая в мире? Да мы сейчас все испортим, мы сейчас все уничтожим. Так, наши шестерки, епископ из Украины. Вот вам команда фасна, филарета. Это грешник, это раскольник. Давайте мы Украину всю захватим. Раскол – это грех, это неправильно. Зачем эту лукавую ложь? Они трандычили, вдалбливали в головы миллионов верующих людей. Для того, чтобы керувать и управлять всем СНГ, и быть сами главными. Тут и святые вдруг заговорили, как это плохо, раскол, что это смертный грех, он кровью не смоется. РПЦ, вы должны знать свое место. Украинская православная церковь – это лидер мирового православия, по крайней мере на СНГ. Первая – украинская, с центром в Киеве, а вторая – русская православная церковь. Зачем вы гордость подаете грех? Зачем вы грешите властолюбием? Где ваше смирение? Зачем вами обуяло это безумство керувать и управлять Украиной? Исторически вначале была первая киевская митрополия. Святые Киево-Печерские лавры, как они протестовали духовенство, чтобы присоединяться к московскому патриархату в прошлом. Это был ужас, Телый, как они протестовали. Но тогда Дионисий был написал этот указ выцвячивать этого митрополита киевского нашего в Москве. Но время давно завершилось. Что вы великому гению, патриарху Филарету Палки в колеса постоянно соваете? И особенно меня удивляют украинцы, которые поддерживают русскую православную церковь. Ну, ходите в нее, молитесь в нее. Мы же толерантны, у меня в городе есть в моем, я толерантно отношусь, бобровица, московский патриархат, русская православная церковь. Ну, пожалуйста, уважайте великого гения. Если не Алексий Второй, не Кирилл Московский, патриархи, не могут с великим гением сравниться Филаретом Денисенко. Зачем же вы его поносите? Если вы слабее, то вы хотите духовно, интеллектуально, то вы физической силой, враньем, агрессией, зомбированными верующими хотите это все уничтожить и разрушить. Ну, такая наглость, понимаете, что уже просто, ну, душа возмущается от этого бреда сумасшедшего, что на святую украинскую православную церковь говорят. Ну, какие-то египрископы, извините, некоторые из русской православной церкви, ну, конченые придурки, другого слова нет. Ну, мудаки, рабы вы, на коленях ползаете перед этой московской церковью. Я был в Москве, что там рай пьется или что. Там счастье в той Москве. Да она не сравнится по энергетике с Киевым никогда. Киевым лучше и любимее мной в миллиард раз. Что вы поклоняете, что вы не самостоятельные такие? На коленях лазят, унижаются, слушают каждое слово, каждый писк этой русской православной церкви. Мы сильные, украинская церковь главная. Как можно быть украинцем, я вот на русском языке записываю видео, и бороться против своей величайшей церкви. Да всеми силами нужно поставить, было ультиматум епископату украинской церкви. Лучше в ад пойдем, чем будем с вами. Потому что украинская церковь, наши святые, это номер один. Не патриотизма нет, не любви к людям. Они готовы поработить все поколения, чтобы служили с роду век этой русской церкви и русскому миру. Ну, безумцы, ну, сумасшедшие. Ну, люди безволие абсолютно, безвольные, какие-то вообще, не знаю. Не буду нецензурно ругаться, я толерантно ко всем отношусь. Люди, ну, будьте людьми. Вам, у епископата, послался такой лидер. Да, авторитарный, жесткий, как полагается православному святому, как православному лидеру полагается, Филарет Денисенко. А что, в России там не жесткие? Посмотрите, как они с сектантами разделываются, жестоко, цинично, безжалостно. Да, а диктатура лучше, РПЦ, чем наш, святой Филарет Денисенко. Да молились бы на такого патриарха, зная, что ни Алексий, ни Кирилл с ним по силе не сравнится. Они, как шакалье, набросились на Филарета, оклеветали. Безумцы, запродажники души своей за деньги и московскому этому миру. И потому вот эти комментаторы, постыдитесь, постыдитесь, вам должно быть стыдно. На великого украинского гения всего народа, всей нации, Филарета Денисенко, хоть слово пикать. Филарет Денисенко, величайший святой, гордость всей Украины, спаситель украинской нации, величайший гений всего нашего украинского народа на уровне с Тарасом Шевченко. И поэтому к святому Филарету вот такое пренебрежительное отношение я не потерплю. Не будете успокаиваться, буду банить. Но, тем не менее, вступаю в диалог для уразумления. Не нравится Украина на коленях, ползите в Россию, в Сибирь или куда вы хотите там жить. Что вы здесь хотите нас полностью, всех украинцев, поработить? Этой русской православной церкви. Ну, мне стыдно, например, за украинцев, когда они поют святейшего, святейшего великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского Северуси, я думаю, ну какая стыдоба, ну стыдовиська, просто стыдовиська. У вас свой лидер, святейший Филарет, сильнее Кирилла и Алексия, и вы как безвольные собачонки, шоколье, лезете, поклоняетесь этому московскому идолу. Боже мой, боже мой, что вы так Украину ненавидите, не любите? Где ваша гордость, что вы в центре всемирного православия находитесь, в Киеве? Вместо того, чтобы строить свою украинскую церковь, разбудовывать его, как когда-то и русскую строили по воле Божьей, чтобы воевать, бороться против этого зла российского, конечно, позиция безвольно просто потакать этому злу, диктату из Москвы. Хотите быть в московской церкви на Украине? Ходите. Но не смейте величайшего гения, величайшего гения в истории православия Филарета самого Денисенко, величайшего господина и отца всей Руси, сквернить, хулить и так далее и тому подобные. Не Кирилл, не Алексий Второй, извините, но не буду с вами, они вообще, это букашечки по сравнению с Филаретом. И к гениальности Филарета, их нельзя сравнить ни в коем случае. Потому гениев нужно не гнать, как вы Филарета гоните, а уважать, любить и ценить. Мира, любви и добра. Любомир Богоявленский. Любомир Богоявленский. Продолжение следует...